здравствуйте уважаемые садоводы тема нашего видео подготовка клематисов к зиме чем подкормить клематисы осенью чтобы не вызвать рост зелени есть два варианта это печная зола содержащая калий и фосфор то есть все что нужно для корней и закладки почек на следующий год и костная мука это долгоиграющий источник кальция фосфора после которого три года можно не вносить фосфорное питание с минеральным калием удобрение для клематисов осенью вносят сухом виде так как растение зимы не будет активно накапливать питательные вещества к весне почвенные микроорганизмы переработают минералы и весной они будут доступны растениям более важным мероприятием является обрезка нужно знать у какого сорта цветы растут на побегах прошлого года а у каких на молодых приростах если цветоносы образуются на молодых побегах то такое растение на зиму полностью обрезают оставляя только два-три междоузлия которые закрывают слоем утеплителя для того чтобы мульчу не сдуло ветром можно поставить сверху деревянный ящик если цветение начинается на старых побегах то нужно оставить высоту около полутора метров остальное отрезать укрывать на зимовку нужно все виды клематисов так как они боятся морозов от сохранности побегов будет зависеть качество цветения после обрезки ветви укладывают на почву прижимают скобами и засыпают мульчой например опилками или листьями в особо холодных регионах применяют укрывной материал для садоводов необходимо знать весной важно вовремя открыть лианы чтобы они не упарились под мульчой или укрывной тканью из-за несвоевременного проветривания многие растения снижают характеристики цветения или начинают болеть грибком следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть описание под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины всего вам доброго видео 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 Продолжение следует...